Всем привет! Я Анна Оськина. В предыдущих мастер-классах я показала, как делаются колбаски кейны с простыми узорами на срезе. Спираль, полоска, клетка, круги, хризантема. А сейчас я расскажу, как из всех этих колбасок можно сделать бусины и заготовки для создания украшений. Продолжение следует... Чтобы колбаски не деформировались при нарезке. Чтобы колбаски не деформировались, можно их заморозить перед тем, как нарезать. Просто положить в морозилку минут на 5. Этого будет достаточно. Старайтесь резать ровно, не под углом, чтобы срезы получались как можно тоньше. Чем больше срезов у нас будет, тем больше изделий мы сможем в результате из них сделать. Продолжение следует... Беру немного начинки и формирую из нее шарик. Теперь беру срез колбаски и накладываю на этот шарик. Загибаю уголки. Беру второй срез и посмотрите, как я накладываю его. Уголок нового среза входит ровно в уголок, образованный предыдущим срезом. Аккуратно катаю шарик в руках, чтобы не было видно трещинок от срезов. Беру еще немного начинки и опять катаю шарик. Оборачиваю новый шарик клетчатыми срезами. И в результате получается клетчатая бусина. Таким образом можно сделать бусины с абсолютно любым рисунком. И полоски, и хризантемы, и все, что мы делали. КОНЕЦ Если срез оказался слишком маленьким, его можно чуть-чуть растянуть руками. Полимерная глина пластичный материал, поэтому возможно ее немножечко растягивать в процессе работы. Когда катаете бусинки, следите, чтобы они не превратились в овал и не потеряли своего рисунка. Если вы будете давить слишком сильно, рисунок может смазаться. Опять беру начинку и на этот раз катаю из нее блинчик толщиной примерно 3 мм. На этот блинчик выкладываю срезы колбаски. Желательно, чтобы эти срезы были одинаковой толщины. И прикатываю срезы к блинчику скалкой. Катаю до тех пор, пока не исчезнут щели. Теперь беру самую обычную пищевую пленку и отрезаю небольшой кусок. Разравниваю пленку и накладываю на блинчик. Беру форму и медленно надавливаю. Продавливаю до самой поверхности стола. Так как мы использовали пленку, края у бусины получатся чуть-чуть закругленные. Эту бусину можно будет в дальнейшем использовать как основу для кулона или брошки. Беру остатки начинки и еще раз раскатываю блинчик толщиной 3-4 мм. На этот раз нарезаю более тонкие колбаски и накладываю на этот блинчик в произвольном порядке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикатываю срезы скалкой, чтобы получилась ровная поверхность. Беру розовый, тоненько раскатываю и кладу под разноцветный блин. Я делаю это для того, чтобы обратная сторона бусины была розового цвета. Беру пленку, разравниваю, накладываю на пласт и опять вырезаю формочкой. Получается красивая разноцветная бусина. Еще можно сделать бусину, обернутую множеством срезов. Нарезаю спиральную колбаску и накладываю части на круглую начинку. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы бусины потом можно было собрать в украшение, нужно в них сделать дырочки. И дырочки я делаю при помощи зубочисток. Беру зубочистку и сверлящим движением протыкаю бусину. Таким образом делаю дырочки во всех круглых бусинках. В основах для кулонов или брошек можно сделать дырочки сейчас, а можно сделать крепление и после запекания. Полученные бусинки нужно будет запечь. Полимерная глина запекается при температуре 120-130 градусов в домашней духовке. Обязательно читайте инструкцию на упаковке. Возможно температура запекания полимерной глины других производителей отличается от указанной мной. Если вы превысите температуру запекания, то изделие может потемнеть. Если вы значительно превысите температуру на десятки градусов, то изделие может и подгореть. Не используйте духовку для приготовления пищи одновременно с запеканием полимерной глины. Я запекаю изделие из полимерной глины према 10-15 минут при температуре 120-125 градусов. Теперь вы сможете сделать много красивых бусинок. Задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь на связи. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok